Мы крупнейший игрок в сегменте легального видео, единственный, кто в таком масштабе работает на всех трех моделях. Мы очень гордимся нашим опытом, потому что, оборачиваясь назад, мы со смехом смотрим на себя, на то, как мы об этом все били. Сейчас в двух словах расскажу, о чем речь. Принципиально хочу отметить, что для нас бизнес-модель наша, мы считаем себя медийным сервисом, для нас принципиальные просмотры видео именно в рамках наших ресурсов на нашем сайте, в наших приложениях. Мы, естественно, не спорим с способностью, с целями, идеей раздачи клейеров по большому количеству партнеров, но сами так не делаем. У нас принципиальная аудитория, которая смотрит контент именно у нас, как на медийной площадке. Это первая история, второй наш главный принцип, которым мы руководствуемся. Мы очень любим и верим в кино и с энтузиазмом большим несем нашим пользователям и строим вокруг них разнообразный мир кинг-контентам. Поэтому мы стараемся дать им максимум того, что мы можем собрать с рынка на максимально выгодные для них условия. Именно поэтому когда-то, далекие три года назад, мы пошли в платную модель. На тот момент, и сейчас мы являемся крупнейшим по аудитории немотивированного просмотра. То есть, когда аудитория на сайте не закупается, естественным образом приходится в фильмы. И вот в далеком 2012 году на очень пиратском рынке, который я про онлайн-видео, ты еще мало ли что знал, мы решили, понимав, что мы не можем дотянуться до части контента, который студии и правообладатели отдают только на платную модель, мы решили принести этот контент нашим пользователям и запустили платную модель. Сразу скажу, что нам неизвестны большие мировые кейсы успешные, когда бы все три модели, рекламная, подписная и соплавная, единичный просмотр, в рамках одного игрока успешно полетели. Мы считаем, что мы первые, может быть, не только в России, но где-то и с точки зрения мирового опыта. К тому моменту мы в 12-й год, вдалеке 12-й год, очень пурно растущий рынок. Большинство инициатив находят огромную поддержку, как со стороны наших партнеров по бизнесу, со стороны пользователей. Мы амбициозные, веселые ребята, отлично запустили смарты недавно, мобильные приложения. И тут решаем сыграть в платную модель. И на всю нашу огромнейшую аудиторию бесплатного бизнеса запускаем в платный сервис. Была проделана огромная работа, как обычно. Мы долго еще вели переговоры с правообладателями. Мы первым подписали все шесть людей менеджеров на российском рынке. И вот принесли этот контент радостным пользователям. Очень хорошо понял этот день. Очень хорошо понял этот день. Выложили контент и сидим ждем. Сейчас был понят, как было с аудиторией, сгиб наших проектов. Что-то деньги, короче, не полились. Первый день, во второй не полились. Месяц прошел, тоже там без энтузиазма. В общем, прошло более полутора лет, прежде чем платная модель у нас по-настоящему полетела. По-настоящему полетела она, я думаю, с начала 2014 года. Вот в 2014 году в 6,5 раз выручка платной модели у нас выросла. И это все на фоне сохраняющегося ленинства в бесплатной части, на фоне очень большого роста доходов именно там. Я уверен, что в этом году выручка от платной части у нас опять вырастет в разы, несмотря на свои большие объемы. Но хочу сказать, что нет никакого волшебного средства. Вот нельзя купить магический контент, пропустить магическую технологию таким образом, чтобы все сразу заработало. Весь этот бизнес в очень-очень-очень большом количестве деталей. Потому что в очень простую никто не готов платить за контент. Вот посмотрите опросы, которые проводят ФОМ, по-моему, у них было несколько волн сразу. Вы готовы платить за контент в интернете? Нет, не готовы. Потому что какой вопрос, какой ответ. Вы готовы оставаться с деньгами абстрактными? Нет, не готовы. И я тоже не готов, но, например, покупаю контент. Мы очень много изучаем нашу аудиторию и проводим большое количество вопросов у нас на сайте. Очень много людей не готовы платить за контент. Они отвечают, что нет, не готовы. Но штука в том, что люди думают о себе и рассказывают несколько иначе, чем ведут на самом деле. Например, 10% из тех, кто категорично не готов платить за контент у нас на сайте, этот контент покупали уже, а еще 9% купят в последующем. Мы это знаем по нашим замерам прямо в ближайшее время. Поэтому в очень крупную клетку все хотят все бесплатно. И это действительно гадает сложившийся миллиарь потребления. Я считаю, для медиабизнеса она вообще особо проблематична. Потому что, например, наши футбольные клубы совершают, что получают мало денег от трансляций. Но то, как у нас развиваются футбольные трансляции, они на возле не могут таких денег собрать, потому что во всем мире за спорки не доплатить. Мы так делать не привыкли, мы не привыкли так делать в интернете. Поэтому, чтобы достичь успеха, с пользователем глупо ждать, что ты просто выложишь что-то за деньги, и дальше получишь большой-очень успех. С пользователем надо разговаривать. Надо очень-очень долго объяснять ему, почему, на каких условиях, за что мы хотим. Почему это так работает, как это работает. Готовы платить за контент? Не готовы. Но оказывается, что готовы, если это топовые сериалы, американские, на следующий день после эфира. Или если это кино-новинки на большом экране вашей гостиной, те же, пускай, 600-700 рублей. Поэтому вся эта история – это такая очень-очень долгая игра, и реально большая экспертиза игроков в части того, какой контент подбирается, в какой момент он продается, на каких условиях, и как пользователи коммуницируют то, почему он сейчас должен сплатить. Вот это вот выстраивание всей вот этой большой цепочки неизменно, однозначно приведет к победе, если у вас есть много терпения и веры в свою удачу. Мы до сих пор сохраняем все три модели, мы уверены, что каждый из них найдет своего пользователя, и мы продаем довольно незадешево, ну, как все на рынке, новинки по модели Ти-Бот, чтобы сразу не было довольно коротких окнах после релизов. Со временем мы переводим этот контент в подписную модель, договорим пользователю, окей, ты не готовы подвозить, условно, 300-400 рублей за новинку, подожди в рамках твоей подписки, он станет доступен через несколько месяцев. Если вы принципиально не готовы подвозить этот контент вообще, подождите там чуть больше месяцев, мы покажем его вам в 95% случаев на нашей бесплатной модели. И этот диалог пользователям считывается, мы видим, как аудитория на это реагирует, мы довольно успешно отрабатываем, как и во всех трех блоках монетизации, и связываем свое дальнейшее развитие, дальнейшее развитие трех моделей одного сервера, исключительно с мастерством управления пользователем, его ожиданиями и тому, что вы не собираетесь показывать. Потому что Майн-кинотеатр – это что-то довольно понятное, это ваше окошко монитора стационарного компьютера, смарта или мобильного приложения, куда может влезть очень-очень ограниченное количество контента. У нас на платформе, в моем времени, три с половиной года, вещать для эфира любого телеканала находится. Но просунуть на пользователя, мы должны это через маленькое окошко, где он листает на компьютер, скорее всего, и пытается нам выбрать. А с несколькими моделями все усложняется. Мы должны подсунуть в это окошко пользователю, того, кто не готов платить контент максимально релевантный, ему контент бесплатный. А если человек, который с контент платить готов, мы должны оттенять приоритет теоретически в сторону платной модели, потому что по ряду бизнес-причин. В общем, в этом направлении мы сейчас идем, очень много над этим работаем. И, в общем-то, называем всех, кто в сегменте работают. И это уделяет очень-очень большое внимание, как правильно говорили коллеги, пользовательскому опыту. Нет никакого одного волшебного секрета. Все складывается из-за огромного-огромного количества деталей вашей работы с вашим пользователем, вашей коммуникации с ним, донесения для него преимущества вашего продукта и объяснения тех правил, по которым вы собираетесь с ним работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова